Продолжение следует... Давайте тогда начинать. Сегодня у нас пятница, последний вебинар уходящей недели. Последний вебинар я имею в виду в Директ-Академии. И я, как всегда, хотел бы вам объявить о том, что в самом начале чата располагаются четыре важные ссылки. Я вам не буду сейчас называть, что это за ссылки. Я смотрю, все, кто пришли на наш вебинар, не впервые у нас, но, по крайней мере, почти все, кого я знаю. Четыре ссылки рассказывают о том, где можно зарегистрироваться, где будет храниться запись вебинара через некоторое время. Ну и рекламируют наши онлайн-курсы, а также рассказывают о том, где взять сертификат. Я хотел бы проанонсировать три вебинара, которые состоятся после сегодняшнего. Это будут вебинары уже новой недели, новой рабочей недели. 3 декабря в понедельник в 12 часов состоится вебинар Любови Крашенинниковой. Это первый из двух вебинаров, которые пройдут в декабре. Вот первый из них состоится в самый наш первый день декабря рабочий, а второй вебинар состоится в последний день рабочий декабря, 29 декабря. Оба вебинара связаны одной темой. Первый из них называется «Навигатор по глобальным образовательным платформам для преподавателя и автора». Ну, а второй будет навигатором по локальным образовательным платформам и российским. 4 декабря у нас стартует три вебинара от платформы Stepik, которые проведут Наталья Феофанова и Юлия Шувалова. Первый вебинар состоится 4 декабря, и его проведет Наталья Феофанова. Будет он называться «Образовательная платформа Stepik и ее возможности для автора онлайн-курсов». Ну и, наконец, 5 декабря в среду в 15 часов, обращаю внимание, как всегда, Марина Орешко проводит у нас вебинары 15 числа. В 15.00, прошу прощения, состоится ее вебинар очередной под названием «О Пау Пойнт. Сказаны не все. Неизвестные возможности знакомой программы». Ну что ж, на этом я свою вводную часть заканчиваю и прошу Павла выйти на связь для того, чтобы провести сегодняшний вебинар «Принципы целостности и бесшовности в онлайн-доставке образовательного контента в LDP Dream Study». Прошу вас. Добрый день, коллеги. Как слышно, дайте знать, пожалуйста, потому что сейчас, пока Павел Юрьевич говорил, я половину слов слышал, половину нет. Ну ладно, два плюсика, наверное, проблемы с интернетом были. Хорошо. Долгих регалий и представлений не будет, с моей стороны. Я Павел Слесарев, создатель платформы Dream Study. И человек, который время от времени, раз в год приходит в гости в Директ-Академию для того, чтобы рассказать что-нибудь нового. Сегодня не исключение. Сегодня мы посмотрим на онлайн-платформы совершенно под другим углом и под другой призмой. Мой доклад сегодняшний будет не очень длительный. Он будет состоять из блоков, где мы рассмотрим, что такое микролеунинг и макролеунинг. Разберемся, что такое LDP-платформы, в чем их принципиальное отличие от стандартной LMS. Ну и поговорим о принципах бесшовности в онлайн-образовании, в системе онлайн-курсов и в образовании, которое касается разработки, создания и продаж онлайн-продуктов образовательных. Я перехожу ко второму слайду, на котором я хочу просто показать, что такое в принципе LDP. LDP, буквально ее расшифровка, это Learning Delivery Platform, это комплексная доставка образовательного контента от автора образовательного процесса или образовательного курса до ученика или до клиента. LMS – это система управления обучением. То есть LDP – это больше транспорт, который позволяет качественно донести, довести, транслировать до ученика образовательный контент, который вы хотите передать. А LMS – это система, где можно построить что-то для того, чтобы обучить своих коллег, сотрудников, либо учеников. Еще одно очень весомое преимущество, которое есть у LDP – это возможность персонализации. Персонализация как в части персонализации собственного учебного заведения онлайн, так и в части персонализации подаваемого учебного контента до учеников. Есть возможность компоновки под каждого ученика индивидуальной учебной программы, создания под него индивидуального расписания и каких-то временных решений для того, чтобы всем участникам учебного процесса было удобно. Прежде всего, мы делаем очень большую ставку на удобство донесения образовательного контента, потому как только в этом случае есть хорошая обратная связь ученика. Соответственно, это основной принцип любой образовательной деятельности. Мы, как педагоги, должны получать обязательно обратную связь на предмет, хотя бы услышанные мы или не услышанные, либо есть какие-то вопросы. Вот такой симпатичный грузовичок в виде DreamStudy принимает к доставке сборные грузы под ваших учеников и качественно может донести, довести, долететь ваш учебный контент до ваших учеников. Давайте разберем два основных направления, которые есть в составе любой ЛДП. Это микролеунинг и макролеунинг. Для того, чтобы вы понимали, что это такое, я привел несколько примеров, которые есть на текущий момент ниже. Микролеунинг – это образование, которое доступно любому пользователю для самостоятельного изучения короткими, короткометражными роликами или часовыми роликами для того, чтобы улучшить свое положение, то есть положение своих знаний, навыков каких-то, прокачать скиллы, так называемое, определение. И макролеунинг – это направление, где человека мы учим с нуля и до получения какой-то определенной профессии, статуса, диплома, квалификации или еще чего-то. То есть человек до этого не знал ничего о том, чему мы его учим, и после того, как мы его начали обучать, через какой-то определенный промежуток времени он получает какой-то видимый, ощутимый эффект. То есть он чему-то научился, и ему присвоен какой-то квалификационный статус. В части микролеунинг удобные ресурсы – это YouTube, Vimeo, GitHub, Executive.ru. Ну и в качестве направления по макролеунингу я выделил Coursera, MetaLogia, Geekbrains. Но на самом деле ресурсов в интернете очень много, их еще больше. Но я на первые наброски выделил вот эти, для того, чтобы просто в качестве примера вы понимали, о чем идет речь. И принципиально могли различать, что такое макро, а что такое микро. Далее продолжим. Рассмотрим чуть более подробно макролеунинг. И почему эта тема для меня крайне важна, каким образом она кирилируется в Дремстаде. И какие сильные стороны и самые весомые стороны в этом во всем есть. Но давайте поговорим с такой позиции. У каждого образовательного продукта есть цель обязательно, которую человек хочет достичь. Пойти обучение и получить какую-то цель. Не всегда он может ее пощупать, потрогать руками. Но всегда эта цель у человека в голове и есть. Она может быть эффективно достижима, что при одном условии, что она будет разделена на какие-то задачи, на итерации. И какие-то мероприятия, соответственно, ресурсы, исполнители и еще чего-то. Просто взять цель и впихнуть ее в человека не получится. То есть это дозированная порционная передача знаний и навыков. И это направление, эта система работы, она уже проверена временем и доказана многими успешными компаниями смежных сегментов. То есть это больше сегодня было присуще, например, индустриям таким, как фитнес, здоровье, IT. Где идет индивидуальное составление программ под определенного клиента и, соответственно, курирование исполнения и выполнения этой программы со стороны наставника или коуча или учителя. И человек идет этот путь до своей цели через небольшие итерации. То есть ему не дают знания каким-то большим багажом, какой-то большой коробкой в его голову, а частями, какими-то семестрами, триместрами или еще какими-то делениями доносят до него образовательный контент. На всех этапах, разумеется, идет очень четкий контроль и на всех этапах, разумеется, идет хорошая обратная связь от ученика в сторону учителя. Вообще, я, если честно, считаю, что плохое занятие, когда человеку дают для самостоятельного обучения какой-либо громоздкий курс, который ему необходимо самому расфасовать по времени, по своим навыкам, по своим знаниям, это не всегда эффективно получается. Но, естественно, смотря какую цель, мы все преследуем. Если цель состоит в том, что просто ему отдать курс и пусть он его учит, то да. А если мы ставим перед собой цель научить, то нет, скорее чем, да. И простое сравнение, наверное, я приведу из нашего окружающего мира, который нас с вами окружает. Да, это вот ситуация с продуктами питания. Очень такая банальная, это идеальная. Одно дело, когда, ну, есть несколько категорий людей, да. Есть категории людей, которые ездят там один раз в месяц или один раз в неделю в магазин, там, на рынок или еще куда-то. И покупают там целую машину каких-то продуктов, привозят эти продукты домой. Они занимаются там распасовкой, упаковкой, составляют меню там на неделю или на месяц. Ну, таких людей не очень много, но они есть. И у них есть определенный опыт, определенные скиллы, каким образом они могут эти продукты хранить, каким образом у них будет построена очередность применения этих продуктов, кого они когда будут кормить, ну, и все такое. Есть категория людей, которые ходят в магазин раз в неделю. Или там, ой, извиняюсь, каждый день, покупая небольшими, как бы, частями продукты для того, чтобы, допустим, приготовить что-то вечером и накормить свою семью. А есть третья иная вообще категория людей, которые вообще не готовят дома или заказывают еду готовую на дом или питаются в ресторанах. Так вот, живой пример. Давайте представим то, что человеку, который ежедневно ходит в магазин или к человеку, который ходит питаться в ресторан или заказывает готовую еду на дом, приезжает грузовик полный продовольствия, да, с продуктами. Их заносят к нему в квартиру, ну, и такой будет эффект. Ну, у того, кто ходит каждый день в магазин, да, с продуктами, ну, большая часть, допустим, продуктов будет потреблена клиентом, а большая часть, меньшая часть будет потреблена, а большая часть испортится. А тот, который вообще готовить не умеет, у него пропадет все. Да, то есть это вот... А мы пытаемся создать какой-то курс, дать его одинаково всем, для того, чтобы каждый из наших учеников пытался его проглотить каким-то образом, сам разделить, сам понять, сам для себя принять решение, сколько уроков в день он будет проходить или еще что-то типа этого, да. И в итоге получаем в редких случаях до конца пройденный курс и непонимание полное, и частые случаи, это когда курс не приходится вообще в принципе до конца, бросается, появляются более важные какие-то дела, и ваши труды прежде всего как бы нулируются, да. Вот, в общем-то, это основное такое, как бы, такое большое сравнение, что в любом случае любой объем информации необходимо дозировать. Ну и есть такие вот тут у меня пункты, как вовлечение в процесс обучения, практика и понятный результат. Именно через вовлечение в процесс обучения, когда идет постоянная обратная связь, когда человек понимает свою принадлежность к педагогу, когда он делает практические занятия, и они проверяются учителем, и только после проверки он получает доступ к следующим занятиям, такой метод обучения наиболее продуктивен и широко применим на сегодняшний момент. Понятный результат, я вам приведу несколько примеров, один из них это, например, Geekbrains, университет, который учит программистов, у них понятный результат такой, что каждый человек, который закончил курс, он идет на стажировку в какую-то IT-компанию, и после этого, после похождения стажировки, он гарантированно получит какое-либо трудоустройство в каком-то IT-проекте. Макро-рлёвинг – это та система образования, когда мы учим человека с ноля до профессионального результата, при этом тому, чем мы учим, человек об этом никогда ничего не знал. Это как раз тот самый макро-рлёвинг. И если посмотреть на микро-рлёвинг, это больше получить дополнительные знания, получить ответ на вопрос, получить какие-то дополнительные конкурентные преимущества, одним словом, прокачать свои уже когда-то полученные знания какими-то новыми прошивками. То есть, если вы профессиональный менеджер, к примеру, то с существующими инновациями в сфере, к примеру, продаж, которые появились на рынке, подходы Magile, Scrum, Kanban и так далее. Если вы педагог, то может быть каким-то элементом педагогического дизайна, которые появились в текущей современности. Микро-рлёвинг – это как раз то, что ложится на ваше основное программное обеспечение в голове, небольшой прошивкой, которая дает возможность вам получить какой-то определенный левел-ап для себя. Дальше. Это прекрасный инструмент для монетизации. То есть, когда у вас уже построен образовательный процесс, и он во все идет, очень многие школы делают какой-либо скрытый ресурс, который доступен только по подписке или по логину и паролю, где можно что-то почитать, можно что-то посмотреть в виде видео. Для того, чтобы прокачать уже полученные скиллы до уровня, который ожидает клиент. Например, вы закончили курс какой-либо по JavaScript, условно говоря, и после этого курса у вас появляется возможность изучить серверный язык, к примеру, или фреймворк какой-то JavaScript, для того, чтобы повысить свои знания и повысить свои скиллы как разработчику. Это как элемент домонетизации по существующему клиенту. Это очень эффективно. И это отличная система удержания учеников, так как ученики чувствуют, что они не будут просто, ну, как бы, не просто закончить учебное заведение, а у них появится возможность время от времени возвращаться в него снова и снова, для того, чтобы скорректировать свои знания и навыки и прокачать их немного выше до уровня high-level, к примеру, потому как в этой школе есть и это. Ну и вовлечение всех новых учеников, которые у вас еще до этого не учились, потому как ваша онлайн-школа будет позиционироваться как место, где рождаются ответы на все возможные вопросы. Итак, макролеунинг – это учим от ноля до бесконечности, то есть до понятного результата микролеунинг – это дополнительные знания и навыки, которые позволят людям учиться чему-либо более глубоко. Запомнили. Почему у нас очень часто срывается доставка? Или мы, если говорим о Learning Delivery Platform, то есть мы доставляем знания, и иногда знания срываются. Я здесь расскажу про две вещи важные. Они самые первые идут у меня в первом пункте – это искусство и художник. Но я изначально уже очень давно считаю, что любой образовательный процесс и любое образование – это искусство. Это искусство, где есть свои художники, которые создают уникальный контент, который позволяет людям учиться, получать новые знания, новые навыки. И нужно быть определенно талантливым человеком для того, чтобы разрабатывать образовательные программы. Не каждый это может делать, но все пытаются. Поэтому настоящий образовательный процесс – это действительно искусство. И большое спасибо всем коллегам, кто работает в среде образования и пытается делать что-то красивое. И, соответственно, поскольку мы коснулись тематики искусства, такого рода художники, они все погружены в свои проекты, и каждый из них считает, что его проект самый эффективный, самый нужный, самый понятный, самый-самый. Ну и, соответственно, очень много идет стычек по поводу того, что из серии «Обидеть художника может каждый». Когда мы не хотим признавать свои недоработки какие-то в части образовательного контента, когда мы не ориентируемся на потребителя образовательного продукта, а больше ориентируемся на себя, когда мы пытаемся что-то кому-то навязывать, считая, что это единственный правильный вариант, не считаясь чужим мнением, здесь, конечно же, идет очень большое сопротивление, очень много людей на этом этапе отваливаются у нас. И мы здесь склонны обвинять кого угодно, кроме себя. То есть кого угодно мы будем обвинять, будем обвинять платформы, будем обвинять интернет, будем обвинять компьютеры, ну все что угодно. Недостаток времени, сотрудников, которые достают, учеников, которые выносят мозг время от времени, и много других историй, которые мы будем для себя всегда придумывать, чтобы казаться правым. И это самое главное, наверное, непонимание, с которым мы сталкиваемся время от времени. Второй момент, очень важный, я вот их неправильно расположил по степени значимости, он на самом деле у меня под цифрой 3 идет, то есть ложное убеждение стада. Ложное убеждение стада – это то, что нам диктует сегодняшний рынок в кавычках профессионалов, которые в кавычках съели собаку на том, чему преподают. Очень многие люди, наслушавшись инфобизнес, которые кричит, что любую дрянь из Китая можно продать, если грамотно ее запаковать, и упаковывают свой курс в лучшем виде, делают какие-то смешные лендинги, выставляют это все в интернете, ждут, что к ним придут ученики, ну и по факту никто к ним никуда не приходит. Потому как совершенно необязательно запаковывать какой-то свой продукт до уровня хай-левел, для того, чтобы он стал интересным рынку. Это ложное убеждение. Ну и необъятное – это распыление по целевой аудитории, потеря фокуса продукта по его предназначению. И когда автор любого курса, любая онлайн-школа начинает предлагать этот продукт всем, считая, что он действительно нужен всем. Но это типичная ошибка всех стартапов. Вы как знаете, что любая онлайн-школа, любой образовательный бизнес в онлайн-среде – это стартап. Он очень тяжелый, на самом деле, потому как этот продукт, который вы хотите продавать, его невозможно пощупать, потрогать, взять демо для того, чтобы ощутить какой-то промежуточный результат, поговорить с людьми, которые действительно уже получили хороший опыт по сопрохождению этого курса и получили какой-то уже хороший результат. Как правило, отзывы по курсам придумываются самими авторами из головы. И здесь нужно очень много работать и немножко иными методами и способами для того, чтобы продвигать свой образовательный продукт. То есть вот этих вещей стоит опасаться, но в любом случае, конечно же, решать вам. Моя задача – просто рассказать, что считаю действительно правильным я. Что такое образовательный бизнес-продукт в моем понимании? То есть это то самое сформированное целостное решение, которое содержит в себе оба направления и макролеунинг, и микролеунинг. И человек по прохождению образовательного продукта именно из категории бизнес, который покупается. Я буду больше говорить сегодня о таких продуктах, а не о продуктах творчества, для того, чтобы просто их читали и проходили люди. Продукт любой образовательный должен содержать в себе какую-то понятную цель, которую может человек хотя бы представить виртуально, хотя бы может себя почувствовать, что вот он уже через два месяца работает в компании Mail.ru Group. Всем известны зарплатные ожидания и зарплатные возможности разработчиков Mail.ru, и поэтому человек понимает, что он должен потратить сколько-то там тысяч рублей, десятки, может быть даже, и пару месяцев своей жизни для того, чтобы наконец-то он с марта или апреля месяца 2019 года в месяц получал 100 тысяч рублей. Понятные, оправданные инвестиции в самого себя. Здесь я могу купить. И, соответственно, все курсы должны содержать в себе обязательно эту прошивку. Вся цепочка подачи продукта, образовательного продукта должна быть разбита обязательно на мелкие итерации. Я вот много курсов всяких разных проходил. И самые эффективные, на мой взгляд, курсы были те, которые были дозированы во времени. То есть мне в день не давали пройти, к примеру, два упражнения. То есть идет какая-то подача информации. Мне сначала в виде видеоролика или еще чего-то. Потом раз, какое-то домашнее задание, состоящее из двух уроков подряд. Потом раз, еще дозированная подача информации мне идет. Потом, бац, там какой-то тест надо закрыть, пройти для того, чтобы понять. И потом написано, что вот к следующему уроку блестяще должны знать те-то и те-то знания и навыки, потому как вам потребуются они для практического прохождения следующих заданий. Ну, что-то типа этого я могу ошибаться. Но когда образовательный продукт из категории бизнес поделенная итерация, некий скрам или аджайл подход, то действительно это становится продуктом, который проходить удобно и комфортно. Сначала это может казаться неудобно для рядовых потребителей, потому как мы, особенно российские потребители, привык к тому, что дайте мне, продайте мне курс, я пройду его быстрее, у меня нет времени, мне надо выходить на работу в Майл.ру срочно. Пожалуйста. Ну, это просто будет меньше, менее эффективно. Ну и образовательный бизнес-продукт, он продается в большей степени, не используя стандартные методики продаж в интернете. То есть здесь меньше каких-либо автоматических воронок. Здесь вообще, в принципе, намного меньше воронок продаж всяких разных и прочих вещей из категории инфобизнеса, потому как возникает очень много сложностей и они больше являются элементами демонтивации на результат. Так как, как я уже говорил, образовательный продукт, он в приорие продукт непонятный. То есть непонятно, что мы получаем на выходе. Поэтому говорить о том, что мы сейчас загрузим в верхнюю часть воронок, не знаю, там, 500 возможных просмотров нашего лендинга для того, чтобы из них 5 или 10 там продаж произошло, такого не будет. В нашем случае в продаже образовательных продуктов играет больше тот подход, когда ученик и учитель идут от начала курса до конца, они становятся хорошими, там, добрыми друзьями и это совершенно возможно в онлайн-среде и это совершенно возможно в использовании образовательной системы на платформах DreamStady и ученик расстается с учителем на таких позитивных очень нотах, когда ученик, научившись чему-то, выходит из гордости и говорит, что я учился у Павла Юрьевича Калинникова. То есть когда он действительно может подкрепить что-то, чему он научился, какие-то какие-то свои знания, когда люди действительно видят, что человек толковый, да, и вот он может произнести такое, это больше свойственно врачам, наверное, это больше свойственно художникам, разработчикам, это больше свойственно восточной философии, где есть учителя, которые там работают с духовными навыками, с восточными единоборствами, я учился у того-то, я учился у того-то, и имя совершенно автоматически становится уже брендом и уже методом сарафанного радио разносится добрые вести о вашей школе. Так шли на самом деле к своему пути товарищи из Geekbrains, так шли к своему пути еще несколько действительно достойных людей, которые на сегодняшний день действительно представляют из себя бренд, и какую бы школу они не сформировали, эта школа будет успешной, потому что люди знают этого человека, как учителя за счет его учеников, люди сталкиваются с его учениками, они с гордостью говорят о том, что я учился у того-то. Вот это образовательный бизнес-продукт, действительно тот продукт, который может быть успешным, и который может успешно продаваться, и он должен рождаться в принципе в рамках бесшовности, когда над продуктом команда может работать вот в той самой инфраструктуре продукта, проекта. Что такое DreamStady? DreamStady это как фреймворк для онлайн-образования, где команда проекта вместе с так называемым продукт-оунером непрерывно какое-то время работает над образовательным продуктом, для того, чтобы он стал популярным, узнаваемым, совершенным, эффективным в глазах всех потребителей. Это очень большая работа, вот видите, здесь такая кучка карточек, эта работа состоит из многочисленных итераций, временных отрезков спринтов, когда каждому члену команды, даже если вы в одном лице, ничего такого нет, но это огромная работа, поделенная на временные итерации, на спринты, так называемые, когда идет выполнение огромной задачи, методом закрытия маленьких подзадач. Это идут и дейли митинги, это идут демо митинги, это идут ревью митинги, когда команда проекта встречается и обсуждает какие-то проблемы внутри себя, которые обсуждают, как им расти дальше, что им делать, как им сделать свой продукт образовательного совершения. Прекрасный, мне кажется, пример на сегодняшний момент на рынке, который есть, это проект Skyeng. Это считается, что уже монстр, в принципе, на рынке образовательных платформ, но на самом деле, это проект рожденный именно по такой тематике, по такой технологии. Это проект, где все четко вымерено до копеечки, до минуточки, до маленького микроразработчика, где все всем было всегда понятно и они шли по четкому пути, поделенному на небольшие итерации. До сих пор по нему идут. До сих пор идут. И всех сегодняшних своих учителей по языку они учат систематике работы именно в рамках поделить большую задачу на много маленьких и получать обратную связь от потенциальных учеников. Dreamstady, еще раз повторюсь, фреймворк, который позволяет работать командно, командно отвечать за каждую надстройку онлайн-школы. Кто-то занимается постановкой онлайн-уроков, разрабатывая их содержание, их сценарий, кто-то записывает учеников на онлайн-уроки, кто-то рассылает через рассылку приглашения, но все это в формате одной онлайн-школы, одной платформы, позволяющей вам как продукт-оунеру контролировать весь процесс производства образовательного продукта и его запуска. Вам будет всегда все понятно, все метрики ключевые будут у вас под рукой и все таймлайны, которые будут перед глазами у вас, они будут показывать эффективность работы того или иного сотрудника всегда. И каждый день вы будете открывать всегда один и тот же свой сайт на DreamStudio. То есть это своя платформа, это полная персонализация, там будет только вы, ваши ученики и члены вашей команды, которые будут работать постоянно над образовательным продуктом и проектом. Поэтому Learning Delivery платформ DreamStudio это очень эффективный на сегодняшний день инструмент. Аналоги в мире есть, в России нет. несмотря на то, что я сегодня мониторю на регулярной основе рынок, что происходит в рамках сегодняшней ситуации, очень много LMS появляется, очень много системы Marketplace появляется по аналогии с досками объявлений, раньше что-то продавали, на них сейчас появляются доски объявлений, где курсы продают. На самом деле это может быть и хорошо, но мы немножко про другое. И сейчас я вам расскажу про что мы. Мы позиционируем себя как результат слаженной работы разносторонних итераций команд приложений с единым ядром на нашей платформе. То есть нет необходимости почему мы себя позиционируем бесшовными. Там, где есть разноматерность, разносторонность, где человек управляет сразу несколькими приложениями, несколькими ресурсами, несколькими сайтами, вендинги на тильде, курсы на аспринге, другие курсы какие-то на модуле, формообратные связи на майлчимпе, CRM на битриксе, к примеру, там сервер вообще на каком-нибудь хетцнере, вебинар, там часть небольшие вебинары на Proof.me, большие вебинары на Meropolis, на Webinar.ru. Вот эта разносторонность, разноматерность, она дает очень много швов, где рождаются всевозможные трабл-тикеты, ошибки, которые потом очень сложно исправлять. у нас же DreamStuddy это один функциональный продукт и одно функциональное пространство для работы всей вашей большой команды или вас как оонера. У оонера очень много задач и есть над чем всегда поработать. Возможности есть очень большие по дополнительной кастомизации продукта, то есть что такое кастомизация, это наделение продукта исключительными характеристиками и инструментами, которые доступны только вам, как заявителю и автор на разработку этих продуктов. У DreamStuddy есть такая возможность, мы делали наши АП и код таким образом, чтобы можно было оперативно расти и меняться под потребности как высших учебных заведений, так и клиентов существующих всех. И сегодня мы гордимся тем, что мы можем крайне быстро масштабироваться, за нами не успеет никто. То есть если мы захотим промасштабироваться очень быстро, то действительно за нами никто не успеет. Это можно использовать в дальнейшем, если вы будете иметь свое пространство для построения идеального образовательного онлайн экосистемы на платформе DreamStuddy в качестве инструмента масштабирования своего бизнеса на будущее. То есть Оунор должен, придумывая свой образовательный проект, основываться не только на текущее свое положение дел, что он представляет из себя сегодня, а должен знать, что он будет делать через два или через три года. Учитывая все тенденции рынка, учитывая все возможные прогнозы, делая поправки на разные риски и так далее и тому подобное. И мы постоянно технически развиваем функционал, постоянно работаем с формированием собственной инфраструктуры через определенный промежуток времени. Это не будет через год, это будет чуть позже, но мы действительно предоставим глобальную платформу, в рамках которой можно будет работать с созданием образовательных продуктов, образовательных проектов, по аналогии, к примеру, с платформами Unity, где все разработчики игр могут взять какие-то фреймворки, взять инструменты, посоветоваться с коллегами, закачать свои игры в качестве демо, закачать свои исходники какие-то, то есть такое, как Marketplace, где встречаются в несколько сторон сразу и покупатели, и разработчики, и все. Такая же инфраструктура есть у Adobe, такая же инфраструктура у WordPress, где идет уже более плотное общение. DreamStady будет профильная платформа для осуществления деятельности образовательной в онлайн-среде и посвящена целиком и полностью разработке решений, приложений и новых возможностей для среды онлайн. Уже сейчас у нас в составе платформы есть такой функционал, как онлайн-уроки, онлайн-курсы, управление учениками, блог, магазин. Можно проводить на нашей платформе совершенно спокойно квесты или как их называют квестинары некоторые. У нас подключены платежные системы, платежи, есть свой биллинг, у нас есть решение для того, чтобы изменить полностью подключить дизайн вашей платформы, сделать его неповторимым и индивидуальным. Это полностью white-label решение, в котором нету повторения ни с чем и ни с кем и возможность полной исключительной кастомизации под процессы своей школы. И эти пазлы с правой стороны будут заполняться новыми инструментами. У меня за спиной сидит группа разработчиков, которые в рамках нашей компании занимаются созданием приложений для дополненной реальности. Скоро наши курсы будут поддерживать и такую штуку. Возможность будет вашим ученикам скачать какое-то приложение себе на мобильный телефон и вам разбавить свой онлайн курс на DreamStad еще элементами вставки из категории AI. Это дополнительные возможности. Будет подразделение Games, создание интерактивных игр, тестов, вопросов. Мы растем достаточно динамично и быстро и не пытаемся повторить какое-то решение, которое есть уже на сегодняшний день на рынке, делаем уникальный продукт, индивидуальный продукт. И нас могут пытаться копировать людей, но мы не будем все равно открывать до самого конца, для того, чтобы сохранять небольшую интригу. Немножко обешеванности и что она дает. Это возможность летать по приборам, если мы говорим о самолетах, видя перед глазами все базовые ключевые метрики. Это очень важно по причине того, что бизнес любой должен быть цифрован. Цифрован с точки зрения цифр, а не digital. Вы должны как продукт оунеры своих школ, создателей образовательных продуктов апеллировать цифрами, видеть цифры. Цифры могут быть достигнуты, если у вас все перед глазами в одном месте. Все возможные инструменты дают вам полный обзор из одного места. и второе преимущество это возможность одновременно пользоваться и макролеунинг, и микролеунинг. На Дримстадии есть и то и то направление, которое позволяет закрывать и те, и другие потребности. Есть система построения образовательного процесса в рамках макролеунинг, и есть в рамках микролеунинг. Все кто хочет поближе узнать о этих двух направлениях и кириляции с Дримстадии, добро пожаловать, напишите мне, я вас обязательно познакомлю, для того, чтобы вам стало еще более интересно, и вы перестали спать по ночам, как это делаю я. Ну и используя Дримстадии, вы существенно снижаете все возможные издержки, как финансовые, так временные, без ущербопроизводителей, производительность больше, наверное, она повышается, да, издержки существенно снижаются, потому как мы стараемся держать первую цену на рынке, несмотря на то, что произошло у нас повышение цен в этом году, осенью, мы стараемся держать первую цену и давать возможность людям пользоваться продуктом, которые действительно заинтересованы в построении серьезных учебных заведений в онлайн-сейзерах. Вот. И немножко несколько слов в завершении по поводу оцифровки все-таки, да, еще. На самом деле можно жить и без цик, как учат тут нас, у нас же много сейчас гуру развилось, которые учат нас все, каждый своему. И многие там говорят о вещах, которых сам вообще не догоняет. Я недавно был на каком-то из вебинаров, там спикер вещал о каких вещах, ну, чувствуется, что у него аудитория была, либо они полные новички, аутсайдеры и ничего не понимают, либо просто сидели и хихикали, так же, как я, наверное, да. Все-таки нужно обязательно стараться, стараться апеллировать в бизнесе цифрами. Цифры достигаются только с помощью бесшовности. Конечно же, можно сажать самолеты и по стакану с водой, да, у нас был замечательный прецедентный случай, когда доблестные пилоты посадили Ту-154 в тайгу по стакану воды и им крайне повезло, что в этот момент на заброшенном аэродроме существовал такой сторож, которому было скучно и он чистил все время взлетно-посадочную полосу от там елок, трупов животных и прочего мусора. Вот просто вот такой обязательный человек, они чисто случайно пролетали именно над этой полосой и смогли посадить самолет, выпутившись за пределы взлет-посадочной полосой, но по крайней мере все остались слава богу живы и здоровы. Так вот, случаи бывают разные, лучше не основываться на случай, потому что это не системная штука, а все-таки доверять больше цифрам и статистике, которую можно получить, работая в рамках одного единого продукта, целостного продукта, в рамках одной единой целостной образовательной платформы, которая позволит вам очень быстро, качественно и с разными вариантами и возможностями доставлять образовательный контент до своих клиентов. это был весь мой сегодняшний коротенький доклад, спасибо большое, что уделили свое время сегодня и внимания и готов с удовольствием на все вопросы ответить на ваши какое-то обсуждение было по поводу чего проект DreamStady так, значит, презентация, я правильно понимаю, что кто-то не смог посмотреть презентацию и кому-то она необходима в качестве чтобы можно было просмотреть. Если да, то я думаю, что организаторы смогут сбросить всем, кто захочет посмотреть, почитать без проблем. Всем вам спасибо большое за то, что нашли время и послушали меня. Павел Юрьевич, мы еще какое-то время будем находиться, да, потом отключимся. Я в ответ на реплику Павла о том, что можно расшарить презентацию, я ее расшарил, сейчас она доступна для скачивания. Если я что-то не так сделал, Павел, меня поправьте. Все нормально, да? Сейчас она доступна в разделе ресурсы. Давайте поблагодарим вам за замечательный, очень интересный вебинар. Я смотрю здесь сегодня очень много людей, не просто интересующихся электронным обучением, а занимающимся этой проблемой уже годы или даже десятки лет. Спасибо за то, что вебинар вызвал такой интерес у именно этой категории людей. Я обещаю в свою очередь и дальше Павла приглашать у него совершенно замечательные вебинары и совершенно замечательная система, которую я хочу поддерживать. Ну что ж, спасибо огромное сегодняшнему докладчику и спасибо тем, кто сегодня пришел. Приходите на наши вебинары еще, будет интересно. я стараюсь приглашать в том числе и производителей вендоров программного обеспечения, платформ, онлайн обучения и я надеюсь, что это будет полезно нашим слушателям Директ Академии. Ну что ж, всем спасибо. Может быть немножко преждевременно, но пожелаю хороших всем выходных. А на новой неделе с новыми силами приходите в Директ Академию и снова будет интересно. Спасибо огромное. Да, еще прямо одно завершающее слово. Коллеги, если у кого-то частные вопросы останутся, есть у меня вот Facebook здесь выведен, пожалуйста, или кто скачал презентацию, там то же самое, обращайтесь, я всегда открыт с коммуникацией, буду рад каждого из вас видеть, слышать. Спасибо, что пригласили. До свидания.